А ведь сегодня о том, как мы с вами относимся к молитве в емкий пор, к тому богослужению, которое проходит с вечера до вечера. Мы вместе молимся, мы просим, мы раскаиваемся и в конце получаем необыкновенное чувство, чувство прощенности, чувство чистоты. И мы сравниваем себя с ангелами, поэтому мы в емкий пор одеваемся в белое, чтобы там, потом, вечером, к молитве не вела прийти с особым пособом состоянии чистой души. Но я хочу рассказать случай, который произошел в нашей синагоге. Несколько лет назад был в то время, к нам ходил, сейчас он уехал просто. Один очень хороший человек, очень посвященный, очень религиозный, очень желающий добиться особенного отношения между собой и Богом. Я подчеркиваю, собой и Богом это важно, но есть время, есть место, когда наше собственное самоощущение должно превратиться в ощущение общее, что мы принадлежим к какой-то группе, и в этой группе мы вместе должны что-то делать. И мы жертвуем на какой-то момент, мы жертвуем размышлениями, осуждениями только о себе. Так вот, этот человек приходил на все наши шабаты, он посещал все праздники, был очень активным в синагоге. Кроме одного раза. Вдруг я обратил внимание, что он не пришел на емкий пор. И когда в следующую субботу он пришел на богослужение, я его спросил, «Мэр, что случилось? Почему тебе не было на емкий пор? Потому что для меня есть человек, я был в синагоге, то значит, случилось, значит, что-то не так». Он говорит, «Нет, нет, все в порядке, но только мне иногда мешают молиться». Кто мешает молиться? Люди мешают сосредоточиться на нем самом. Очень важно, это нужно, потому что это кавана, это особое состояние. Но в данном случае люди не могут помешать. В данном случае, даже если они ходят, даже если они разговаривают, в этот момент происходит нечто, что делает нас мы. А слово «мы» – ключевое для еврейского народа. Мы не говорим «Бог мой», мы говорим «Бог наш», «Элогейну». Мы не говорим «Отец мой», мы говорим «Авину», «Отец наш». Мы говорим «Малкену», «Царь наш». И когда мы каем себя, мы говорим «Хатану». Мы грешили перед тобой «Хатану» и «Хатану». Я был очень расстроен. Мы потом поговорили с ним. Я ему рассказал о том, что мы с вами дополнительно еще, так сказать, не только достигаем личной колонии, личной устремленности, но мы еще все время облядываемся на наших друзей, на наших братьев, на тех, кто с нами молится. И я привел тогда такой пример. А в данном случае он звучит аллегорически. Там, в том контексте, он звучал прямо. Мардыхай из Магват-Эстер говорит, передает через слух, передает Эстер фразу «Пойди к Ахашвирошу, пойди вступи за народ свой». Она возмущается и говорит, что разве ты не знаешь, кого не звали, того могут казнить, а я уже 30 дней как не звана. А, и тогда Мардыхай говорит ключевую фразу, которая нам сегодня понадобится. Он говорит, не думай, что спасешься во дворце сама. Если ты им поможешь, помощь придет с другой стороны, из другого места. И мы всегда переводим о том, что помощь придет от Бога, от Всевышнего придет помощь, если ты не мешаешься. Конечно! Потому что он говорит, что он знает нас от рождения. Он знает нас, все наши помыслы. И, конечно, если мы искренне хотим попросить прощения, то он понимает, и что мы просим, и как мы просим. Он слышит нас. Но! В данном случае дворец, ты спасешься во дворце, можно рассматривать немножечко аллергонически. Что такое дворец? Это закрытое помещение, может быть, даже обнесенное стенами, куда пускают не всех. И этот дворец, это мы с вами. Это наша личность. Это наша среда обитания внутри нас самих. Это то, что называется психологией, зона нашего комфорта. Мы не всех туда пускаем. Мы не всех туда пускаем. И очень часто, особенно в современном мире, мы мало туда пускаем. Мы мало выходим из дворца и мало общаемся внутри дворца. И поэтому мы называем этот дворец, как решили, башня из слоновой кости, в которой человек уединяется. Вот ему там хорошо, ему там безопасно. Есть время, когда оттуда нужно выйти, чтобы помочь своему брату. И это время – нем кипор. Это время, когда мы должны осознать, что от нашей молитвы может быть зависеть судьба следующего года нашего брата, который стоит рядом. Как в самом начале, перед молитвой, корень и трейдер, мы читаем с разрешения гамаком, с разрешения Всевышнего, с разрешения всей общины, которая здесь молится, с разрешения, кто здесь и сейчас, и кто уже ушел, мир иной, нам разрешено молиться вместе с приступившими законами. Вот с чего начинается нем кипор. Нам разрешено молиться и ключевое слово вместе. Почему? Потому что, если ты человек хороший, добросовестный, исполнительный, исполняющий, если ты приходишь на все праздники, на шаббаты, делаешь то, что положено, то ты чуть-чуть ненамного лучше может быть того, кто стоит рядом с тобой. Он приступает к заповеди Бога в большей степени, чем ты. И когда вы вместе молитесь, в этот момент ты помогаешь ему. Твоя молитва хатану милифанеха, мы грешили, все вместе грешили перед тобой, она помогает ему и он чувствует, что он не один. Его не бросили братья, не только Бог может оставить, но и люди могут отвернуться, а они не отвернулись. И он вдохновлен с ним вместе, молятся. Но может и так случиться, что рядом стоит человек, который праведнее тебя, и ты теперь становишься грешником, больше с теми, чем сосед. И тогда он помогает тебе, тогда ты принимаешь помощь брата своего. Вот о чем Йом-Кипур. Нам разрешено молиться вместе. Совместная молитва в Йом-Кипур нас всех выравнивает, нас всех ставит перед ним, и он прощает нас вместе. Не тебя, тебя, не тебя, а нас вместе. Когда Бог говорит, что нужно делать и как нужно жить, я имею в виду, в той, в каких-то книжках, он впервые начинает после горы Сина и общаться со всем народом, передавать ему свои заповеди. Он говорит, «Я жилище построю, построю, бетухайхэм, между вами, жилище построю между вами и ходить буду между вами». Что значит между вами? Ты и твой брат. Между вами селится Всевышний. Между вами Он пребывает. Это даже не важно, вы ссоритесь или любите друг друга. Он с вами, потому что вы стараетесь быть вместе. Это то, что Он хочет от вас. Если у нас трое, Его места больше, если у нас десять, Его места еще больше, чем больше мы собираемся вместе на молитву и на праздники, а особенно на нем кипу, тем больше мы впускаем Его в нашу жизнь. Он между нами. Не бывает евреи один, но бывает евреев много. Бывает мы. И вот сегодня мы должны посмотреть по-другому на то, что мы делаем. Мы молимся даже через экран, даже не видя друг друга, не способны коснуться друг друга. Но мы знаем, что мы вместе, несмотря на большое состояние. Расстояние между нами Он между нами. И вот это Он между нами дает нам надежду. Если Он с нами, значит, Он проявит милость. С помощью этого, с помощью тебя, с помощью этого все вместе мы заслужим прощения. Вот о чем евреи Бога. О единстве народа, о единстве устремления и о прощении всех нас нельзя отвергать ни одного человека. Я желаю вам обрести в конце дня то самое замечательное чувство душевной чистоты, с которым мы выйдем. И от наших первых слов, от наших первых поступков, от наших первых шагов в этот Новый Год, в этот Новый Мир, будет зависеть, как нам запечатано, что мы будем через год отчитываться, какими успехами, каким ростом, какой духовностью, которую мы приобретаем, каждый раз приобретаем в день особый, в нем кипур. Бэр-о-жа-шана-ти-катэвун, пусть мы будем записаны в рожа-шана, в ее сон-ки-катэвун, тихатэвун, и мы будем запечатаны хорошей печати на удачный Новый Год. Размышления, очищения и вот такого удачного сладкого года. Хатима Тоба. Кмав Хатима Тоба. Субтитры создавал DimaTorzok